Сейчас, у меня видно экран? Хорошо. Так, давайте начнем. Сегодня мы с вами посмотрим задачу отбора структура по профилю машинного обучения. Ну, я уже говорила, по-моему, в прошлый раз или в какой-то из предыдущих, что вообще многие задачи, касаемо практических задач, они совпадают, что в искусственном интеллекте, что по машинному обучению, поэтому разницы нет, что решать, здесь вопрос практики. Вот. И они очень похожи по смыслу, по содержанию, и там, и там задачи на классификацию или регрессию, и так далее. В прошлый раз все задачи вообще, которые мы до этого с вами смотрели, разбирали и так далее, все задачи были на классификацию. То есть классификация – это что? Это предсказание какого-то конкретного класса. Класс есть там. Два класса – мужчина, женщина. Вам нужно предсказать нового пользователя, кто это, мужчина, женщина. Понятно, да, из названия понятно, наверное, кто такой классификация. Вот. Сегодня мы посмотрим с вами задачу регрессии. Что это за задачи такие? Задачи регрессии – это задачи, которые позволяют предсказывать некоторые непрерывные величины, какое-то конкретное вещественное число. Например, цену дома или возраст, в котором умрет человек или что-то еще. В общем, здесь нет уже заранее известных дискретных величин, как с классами, например. Есть заранее известно, что у нас всего три класса. Один, два, три. Здесь такого нет. Здесь есть какая-то непрерывная диапазона, из которого там предсказывается какое-то число. Какое заранее мы не знаем и сколько таких число. Ну, не каждого. Ну, не знаю. Вот. Ну, пример задачи я уже сказала. Сегодня мы посмотрим одну из задач регрессии, просто чтобы хотя бы взобрать разные типы задач. На Kaggle уже есть соревнования и датасет. Я вот прямо сейчас, наверное, скину. Вот. Можно будет посмотреть, в чем заключается задание. Задание заключается в следующем. У вас есть два набора данных для тренировочной. Первый набор данных, формула TRAIN, содержит формулу каждого элемента. В данном случае здесь полупроводник. Вот, например, у нас есть какой-то полупроводник. Допустим, у него химическая формула. Вот какая-то такая. Вот она, да? Написана химическая формула. А дальше у вас идет большая-большая табличка со всеми химическими элементами таблицы Менделеева. Соответственно, где проставлены вот эти коэффициенты? 1, 1,5, 0,5, 2, которые относятся к каждому из химических элементов. Ну, вы можете проверить. Вот, например, у нас какой-то первый полупроводник. У него вот такая вот... Давайте чуть увеличить, чтобы вы видите. У него вот такая вот химическая формула, да? Что-то там ЕУ-1, феррум-1, 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 да? И последняя там двойка. Найдем этот химический элемент таблички. Если мы сейчас его так просто найдем. Вот, он есть. Видим, что в ячейке стоит двойка. Соответственно, феррум у нас было полтора. Видим, здесь стоит полтора, во всех остальных стоят нули. Ну, потому что они не присутствуют в химической форме. То есть первый датасет – это химическая формула каждого полупроводника. Второй датасет тоже для тренировки. Он содержит некоторые характеристики полупроводников. Там не суть важно, какие. Они называются фичер-1, фичер-2. То есть это какие-то просто разные характеристики полупроводников. Это может быть что угодно. Там, я не знаю, плавление, кипение. Какие есть характеристики. Их очень-очень много. Всего одна характеристика. И последняя характеристика у полупроводников – это критическая температура. Это критическая температура. Собственно, это свойство полупроводника и будет являться целевой переменой. То есть для тестовых данных вам нужно будет предсказать критическую температуру для этих полупроводников. Соответственно, в тренировочном наборе она есть, в тестовом этой колонке нет. Ну, давайте начнем. Ну, давайте начнем. Что мы делаем? Просто загружаем все файлы. Формула тест и тест – это, соответственно, тестовые данные. Формула трейн и трейн – это тренировочные. Ну, я же сказала, формула трейн содержит химический состав каждого полупроводника. Трейн содержит данные различных характеристик об этом полупроводнике, включая критическую температуру полупроводника и так далее. Загружаем все эти датасеты. Вот мы, собственно, их можем здесь посмотреть. Каждый столбец отвечает за какой-то химический элемент таблицы Менделеева. В ячейке проставлены коэффициенты, которые соответствуют этому элементу в химической формуле полупроводника. Соответственно, трейн – это набор характеристик этих полупроводников. Из их очень много, прям куча всего. 81 характеристика и критическая температура – это наша целевая элемент. Вот, собственно, то же самое для теста, ну, за исключением того, что там нету критической температуры. Собственно, для теста наша задача с вами – эту критическую температуру предсказать. Предсказать. Давайте, с чего начнем? Данок достаточно много. Давайте начнем со стандартной процедуры. Просто посмотрим на все эти данные. Что в них есть, как с ними дальше жить и так далее. С исследований начнем. Во-первых, поймем, какие у нас размерности у данных, сколько у нас вообще строк и так далее. От этого тоже зависит, например, подбор алгоритмов, потому что есть алгоритмы, которые там при огромном количестве данных работают быстрее и, наверное, целесообразнее их использовать. И есть, которые, наоборот, при малом количестве данных плохо работают и подходы методики и так далее. Например, если бы у вас было 300 всего строчек, 300 штук, то, наверное, кросс-валидацию на таком маленьком наборе данных нецелесообразна. На большом, как бы уже да. Это тоже важно. Вот, в тренировочном наборе на 17 тысяч строк 82 признака. 88 и 82. Ну, да, всего будет больше признаков. Это будет 88 плюс 82 и минус 1. Минус 1 почему? Потому что мы выбираем столбец в ответ. Это вот, собственно, минус 1, минус 2. Первый минус 1 отвечает за критическую температуру, а второй за химическую форму полупроводника. То есть это вот за вот эту колонну, да, где написана эта химическая форма. Она несет, как бы, ну, она нам вообще не нужна. Если у нас есть такая уже разряженная табличка, зачем нам вот эту? Только для нашего понимания и представления, что там. Я даже не считаю как признаков. У теста достаточно много признаков получается. Ой, извините, да. Ну, 168, да? В общем, да. Соответственно, у тестовых почему-то у меня получились разные. Там в первой таблице тоже критическая температура. То есть в двух они повторяются. Да, все. То есть у нас в объект набора данных есть колонка, мы ее удаляем. 167 признаков, ну, нормальные признаки пространства. Давайте посмотрим первое, что еще важно понять во всей этой истории. Это есть ли пропуски в данных. Потому что если есть, от этого тоже зависит, как мы будем с этим дальше жить. Мы их удаляем, заменяем, еще что-то, потому что пропуски, они нам придят. Ну, здесь пропусков нету. Можно это проверить. Использую стандартные конструкции. Изна создает маску. True, false есть пропуск, нет. Сумма просто суммирует все, ну, как бы, количество пропусков по столбцам. Вот, давайте посмотрим еще на типы данных, которые у нас есть и представлены в наборе. Мы видим, что формула трейн у нас почти все имеет числовые данные. Это int и float. Почему это надо проверять? Вот вы смотрите на датасет, да? Сделали я print. Выбили вот эту вот табличку. И видите, ну, здесь числа стоят, значит, это числовые данные. А потом начинаете делать вычисления, и у вас оказывается как атащик. На самом деле, во многих олимпиадах и катанах такое бывает, что, как бы, вот эти вот столбцы могут оказаться не числовыми, а строковыми. А вы начинаете выполнять над ними некоторые математические операции. У вас начинает все крашиться, и вы не понимаете, почему. Вроде число, вы вроде делаете все правильно, а у вас ошибка. Поэтому, на самом деле, лучше заранее проверить, заранее понять, что, ага, здесь, оказывается, не число, а строка. То есть это, как бы, разные типы данных. Да, ну, наверное, понимаете, число – это там, вот это число, вот это вот строка. И здесь вполне может записана быть строка. Поэтому полезно проверять данные заранее, чтобы избежать проблем. Ну, здесь можно посмотреть, да, просто там сравнение, еще что-то. Но здесь, в принципе, мы видим, что все число. То же самое в тесте. Смотрим на химическую формулу. Там тоже все, в принципе, числовое. То есть нигде у нас строковых категориальных переменных нет. Ну, понятно, кроме самой химической формулы, которая в полном виде записана, она имеет там вот тип объект, да, материал объект. То есть объект – это, по сути, строка объекта. Вот. Поэтому здесь все вроде нормально. Ну, давайте дальше займемся подготовкой данных. Что у нас она включает в себя? Во-первых, у нас два датасета с признаками. Ну, наверное, логичнее объединить это в одно признаковое пространство. То есть взять два датасета и объединить их в один. Ну, вот давайте займемся. Есть такая штука, как PD-конкат, которая соединяет два датафрейма. Вот мы их соединили, два тренировочных датафрейма. Понятное дело, что у нас было 88 и 82 столбца. Там получится 170, да. Но, понятное дело, нам не нужно столбец технической формулы полной и две критические температуры. Мы их удаляем из набора данных. Сразу записываем вектор x. Помним, что вектор x обычно стандартно обозначается как вектор признаков. Вектор признаков не включает в себя вектор целевой переменной. Вот. Соответственно, мы с вами считали, у нас 167 признаков должно получиться. Вот у нас с вами получилось новое признаковое пространство, новый вектор признаков, 167 колонок. В общем-то, все, как мы считали. Выделяем вектор целевой переменной. Это вектор y стандартно обозначается. Это вектор критической температуры. Неважно, откуда его взять, из трейн или из формулы трейн. И там он там есть столбец, но я взяла из трейн. Смотрим, это один столбец, понятно, серия. И 17 тысяч строчек. Вроде все нормально. Мы с вами подготовили вектор признаков, вектор целевой переменной. Значит, можно идти дальше. Мы с вами уже не раз, на самом деле, обсуждали. Очень много раз. Разные методы обработки данных. Вот один из методов – это масштабированный признак. Давайте мы вернемся к этим табличкам. С химической формулой табличка. Какая это у нас получается табличка? Давайте, кто может охарактеризовать ее? Разряженная матрица. Да, это очень большая разряженная матрица. То есть в ней очень много нулей. Все остальные значения, которые присутствуют, они не очень высокие. Где-то от нуля до двух, до трех. То есть масштаб данных, диапазон очень маленький. Потому что почти все там нули. Очень много нулей, очень большая разряженная. Давайте посмотрим на другие характеристики для этих же. Мы видим, что здесь, на самом деле, диапазон значений очень разный. Вот возьмем какую-нибудь feature 35. И не знаю, что это за характеристика, но какая-то. Мы видим, что даже вот уже так прикидки по этому диапазону. Тут не то, что от нуля до двух. Тут как бы от 50 до 10 тысяч. Какой диапазон. Можно посчитать минимальный и максимальный и сказать. Но мы видим, что на самом деле масштаб вот этих чисел отличается от масштаба вот в этой табличке. И это плохо. Тем не плохо, потому что модель может воспринять, что так как здесь масштаб другой, числа гораздо больше, значит, они более важны. И больше вносят вклад в ответ. Но это, к сожалению, не всегда так. И для того, чтобы эту историю компенсировать, используют масштабирование признаков. То есть приводят все признаки к одному диапазону. Есть два основных метода. Это нормализация и стандартизация. Мы на каком-то занятии разбирали. Можно погуглить, если кто забыл, не знает, пропустил и так далее. Есть два основных метода. Нормализация и стандартизация. Я здесь использовала нормализацию, не стандартизацию. Они работают по-разному. Стендер Скеллер меняет распределение данных. То есть он меняет среднее значение, дисперсию и так далее. Мин-Макс-Келлер, это нормализация, она не меняет распределение данных. Она просто меняет диапазон. Привозит каждую колонку в диапазон от нуля до иночки. Собственно, создаем наш шаблон масштабирования признаков. Дальше метод FIT его применяет, обучает, трансформирует наши данные. Вот полученные преобразованные данные с помощью нормализации. Мин-Макс-Келлер отвечает за нормализацию. Стендер Скеллер отвечает за распределение данных. Можете почитать, отдельно попробуйте тот и тот метод и так далее. Мы видим, что размерность признаков пространства не изменилась. Мы этого и не хотели добиваться. Мы добивались с вами изменения масштаба признаков. Мы это сделали. Собственно, на этом обработка наших признаков заканчивается. Дальше мы тоже самое делаем с тестовым набором данных. Соединяем два тестовых датасета. Убираем ненужные столбцы из датасета. Дальше масштабируем признаки. Вот, собственно, получилось масштабирование. Дальше уже переходим к построению модели. Понятное дело, что на самом деле это достаточно простая обработка признаков. Мы здесь ничего не делали в плане уменьшения признаков пространства или отборных более значимых признаков. Это все можно сделать для того, чтобы получить на высшие оценки. Но я оставлю вам. Дальше мы подбираем модели. Здесь я взяла такие, просто на свой взгляд, это XGB Boost, LiveGBM и градиентный Boosting. На самом деле все те модели для классификации, которые мы использовали, они все те же самые существуют и для регрессии. То есть есть Random, да, как там, Random, Forest, Maxifyer. Ну, это случайный лес, да, ансамблевая модель. Точно такая же история, ансамблевый лес существует, случайный лес, только пишется регрессор. То же самое. Я часто использую метод опорных векторов, SVC, он расшифровывается как там, Support, Vector, Classifyer. Ну, извините, я там могу ошибиться по-английски. То же самое есть Support, Vector, Regressor. Ну, вот, в конце RPS. Все те же самые модели, которые мы используем, они есть точно так же. Есть градиент Boosting Classifyer, есть градиент Boosting Regressor. Есть XGB Regressor, есть XGB Classifyer. Здесь вот в компании модели очень просто. Все достаточно очевидно. Вот, мы берем градиентный Boosting. Задача здесь, единственное, надо понимать, что, так как до этого мы с вами решали задачу классификации, да, то мы использовали с вами понятные для классификации методы. Это Accuracy, это там Recall, это Precision. Ну, там есть другие еще, Confusion Matrix и так далее. Это для классификации, метрики для классификации. Ну, здесь очень понятно, когда у вас есть конкретные дискретные значения, которые вы предсказываете или не предсказываете. Всего три класса, один, два, три. Очень легко проверить. Ваша модель вернула, вы проверяете. Один равно один, то все окей. Один, там, дальше. Один равно два, то не окей. Один равно три, то тоже не окей. Ну, то есть здесь понятный механизм сравнения ответов полученных и ответов правильных. А как быть в регрессии? Здесь же мы не предсказываем конкретное число. Точнее, мы предсказываем конкретное вещественное число, но сравнить его прям равно-равно, это будет глупо, так как мы предсказываем непрерывное значение, то наверняка есть погрешность. Как тогда рассчитывать, ну, оценивать модель? Соответственно, для классификации существуют свои метрики. Это R2 скор, R квадрат, MSE и там МАЕ, да, это абсолютная квадратичная ошибка. Абсолютная ошибка и абсолютно квадратичная ошибка. В чем суть? У вас есть, например, Y правильный, ну, давайте там его назовем как-нибудь тру, да, и есть Y предсказанный, то есть который вы предсказали как модель. Что делают вот эти вот все оценки? Они из правильного ответа вычитают предсказанный, ну, обычно все это по-моему, естественно, да, и чем меньше эта разница, тем лучше работает ваша модель. Ну, логичнее, да, чем ближе то число, которое предсказало ваш алгоритм, к правильному. Понятное дело, там, если у вас прям ноль, это идеальный какой-то случай, это надо прям очень тонко и точно настроить свою модель, чтобы она прям до десятых, до тысячных после запятой вернула точно такой же ответ, как правильный. Поэтому рассчитывается такая некоторая разница и смотрится, чем меньше эта разница, тем лучше работает ваша модель. Ну, я здесь очень грубо, конечно, понятное дело, там есть формула, она достаточно понятная. Мае используют просто разницу, МСЕ использует квадрат этой разницы. Вот. Здесь я профессиональная задача оценивала с помощью R-квадрат, ну, как формула примерно о том же. То есть немножко другая. Вот. Соответственно, мы подгружаем все эти метрики, R-квадрат, абсолютная ошибка и абсолютно квадратичная ошибка. Среднеквадратичная ошибка. Вот. Дальше мы с вами что? Используем тренд-тест-сплит. Разделяем наши данные на тренировочные, на тестовые в соотношении. 70% идут на тренировку, 30% на тест. Ну, как сказано, принято. Можно 0,2, там 20% на тест, 80% на тренировочные и так далее. Ну, так как здесь у нас вообще на самом деле много данных, это 17 тысяч, можно попробовать кросс-валидацию сделать. Может быть, она поднимет вашу оценку. Я взяла обычный градиентный бустинг с дефолтными параметрами, то есть здесь только random state задан и все. Я делаю фит, делаю предикт, возвращаю оценки. Смотрим на наши оценки. Вот здесь R-квадрат, соответственно, чем ближе к единице, тем лучше. Min absolute error squared error. Чем ближе к нулю, тем лучше. Мы видим, что R-квадрат у нас на самом деле не так уж и плохо, 86%. А вот прям квадратичная ошибка далека от нуля. Здесь хотя бы еще не так критично, но здесь вот не очень. Это мы градиентный бустинг смотрели. Здесь можно посмотреть XGB-регрессор, какие он оценки вернул. Ну, в целом, недалеко ушел от градиентного бустинга. Вот. Дальше вот здесь, собственно, что происходит. Здесь, во-первых, я использую... А здесь я постаралась подобрать параметры для XGB-регрессора. Вижу, что мы его здесь с дефолтными параметрами использовали и получили вот такие оценки. Как-то уже на каком-то занятии мы с вами смотрели. GridSearch. GridSearch – это перебор гиперпараметров модели по сетке. То есть вы задаете некоторую таблицу всех гиперпараметров, и он их разным способом друг с другом комбинирует все возможные комбинации параметров и возвращает вам наилучшую комбинацию. Вот. XGB-регрессор – что это? Ну, там это основано на деревах, да? N-estimators – это количество, это ансамблевая модель. Берем количество этих, собственно, моделей базовых, 300, 500 или 300, максимальную глубину. Вот. Вот такая сетка получается, да? Соответственно, здесь будет сколько вариантов? Там будет 100, например, мы берем и 3, да? MaxDepth. Дальше мы берем 100 и 5 MaxDepth. Дальше берем 300 и 3 и так далее. В общем, все комбинации гиперпараметров рассматриваем. И перебираем. Это достаточно долгий процесс. У меня вот он считал больше 15 минут, где-то минут 16 почти. Ну, не быстрые, особенно данных очень много. Вот. Что здесь происходит? GridSearch принимает модель, с помощью которой он перебирает парам Grid, то есть вашу сетку параметров. CV – что это такое? Это как train test split, то есть как он разделяет данные, между собой смешивает и так далее. Вот мы берем CV, то есть разделяем на 5 кусков наши данные, перемешиваем их и разными кусками обучаем нашу модель. Это помогает бороться с переобучением. Чем больше модель посмотрит разных данных, тем лучше она обучится. Ну, понятно, да? Ну, и scoring мы пишем R квадрат. Вот, все. Мы создали Grid, мы его обучаем, и есть у него параметр best params, который возвращает нам наилучший, наилучший комбинацию параметров, при которых у нас все хорошо. Вот, собственно, он нам вернул. То есть наилучший показатель, когда у нас MaxDepth 5, N-Eschimators – это 500. Дальше мы теперь можем использовать нашу модель с этими параметрами для того, чтобы ее обучить. Вот, ну, давайте попробуем теперь обучить с этими параметрами, не с дефолтными, и посмотреть, как изменятся наши оценки. Берем Trends Split, дальше создаем модель XGB регрессора. Видим, передаем в него уже не дефолтные параметры, да? Если бы дефолтные, мы бы ничего не писали, а мы передаем те параметры, которые получили при Grid Search. Обучаем, делаем предикт, возвращаем оценки, и видим, что у нас они изменились. Если R-квадрат у нас был 86, стал 92. На целых 6% мы с вами улучшили результат. А среднеквадратичная вообще со 150 до 91 упала. Вот, соответственно, вот такой вот простой перебор по сетке дал нам такое сильное улучшение. Может быть, есть смысл расширить сетку, гиперпараметров, да? Гиперпараметров. И обучить еще раз пройти Grid Search. Может, он найдет еще лучший набор этих гиперпараметров. И постарайтесь увидеть четыре результата. Возможно, здесь можно использовать не Trade Despreet, а кросс-валидацию, чтобы посмотреть, повлияет ли она на результат или нет. Потому что у нас достаточно много данных. Здесь кросс-валидацию вполне можно использовать. Вот. Ну и дальше что мы делаем? Ну вот я там получила свою наилучшую оценку. Дальше я делаю предикт для тестовых данных. Это, на самом деле, здесь лишнее. Дальше я делаю предикт для тестовых данных. То есть для тестовых-тестовых, которые уже прям надо в систему загружать. Создаю DataFrame с ответом. Ну, помните, что на коллаб нужен индекс и критическая, и, собственно, сама целевая переменная, две колонки. Мы ее создаем. Дальше просто скачиваем и загружаем на Kaggle. Смотрим свой результат. Вот. Здесь есть сетка параметров для градиентного бустинга. Grid. Также используется GridSearch. Ну, я здесь не запускала. Точнее, запускала, но он еще дольше делает на градиентном бустинге. Примерно минут 23 у меня ушло на перебор параметров. Во-первых, здесь больше. Во-вторых, градиентный бустинг чуть дольше работает, чем XGB. Вот. Но вы можете попробовать запустить. И, может быть, на градиентном бустинге при каких-то параметрах у вас получится результат еще лучше. Вот. Сегодня у нас такое достаточно коротенькое занятие, не сильно длинное. Есть какие-то вопросы или желание что-то еще обсудить? А вот, когда мы MinMaxScaler применяли, можете к той ячейке мотнуть, пожалуйста? Да, вот. Вот. Я вот слышал, что, получается, мы... Ну, то есть мы здесь Scaler еще фитим на тестовых данных. Но по факту я слышал, что, ну, типа, нельзя фитить на тестовых, а нужно использовать Scaler уже обученный на трене, потому что, типа, ну, могут... Ну, утечка данных произойти. То есть там же мы будем узнавать минимальное, максимальное значение. Вот. Ну, может, я не прав, но я что-то такое слышал об этом. Нет. Да, я поняла, в чем рост. Вообще, да, конечно, если вы создаете шаблоны каких-то моделей, обучающих моделей, то есть каких-то алгоритмов, масштабирующих, или там, например, Label Encoder или еще что-то, естественно, вы везде должны для тестовых и для тренировочных использовать один и тот же. По-хорошему, вы правы, здесь вот этих двух строчек не должно быть на тестовом наборе данных, а сразу должны использовать трансформ на том Scaler, который мы обучили на тренировочных данных. Вот. Это касается не только для алгоритмов масштабирования, это касается и для алгоритмов, которые кодируют, там, Label Encoder, да, и для алгоритмов, которые, собственно, сами модели строят. Это вы правы, да? Прошу тянуть. Вот. Еще вопросы? Вот. Ну, если вопросов нет, я думаю, что мы можем заканчивать. Ссылка на Kaggle у вас есть. Ссылка на ноутбук тоже есть. Запись я сегодня выложу. Если что, пишите, задавайте вопросы. Буду отвечать по ходу, ну, когда напишите. Вот. Хорошо. Всем спасибо. Спасибо. До свидания. 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 Продолжение следует...